Друзья, привет! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам И мы продолжаем наш плейлист Английский язык за 50 уроков И следующий фразовый глагол Иметь дело с Deal with Deal with Хорошо Как сказать С ним легко Иметь дело Да видите, кажется просто, на самом деле не так На самом деле не так просто На самом деле In fact, в действительности Почему? Потому что какой парадокс слов Да, можем сказать Там легко иметь дело с ним Это будет It's easy to deal With him Но можно сказать и по-другому Видите, используя именно Личное местоимение В начале Тогда будет конструкция выглядеть следующим образом С ним То есть будет He is Легко He is easy Иметь дело Не просто to deal А with То есть такая конструкция Когда with Зависимый предлог сохраняется И да, здесь видите He is easy to deal with He is easy to deal with Конечно, если мы хотим сказать кратко Это тоже возможно Тогда будет He is He is easy to deal with Опять же, конечно, можно сказать It's easy To deal with him Но да, видите, более продвинутая конструкция Потому что да, мы понимаем, что можно начать именно с местоимения И with Поставить в конце По налоге скажем С ним сложно иметь дело Опять же, вначале ставим местоимение Дословно переводим с ним То есть He is Сложное He is difficult Иметь дело To deal И с предлогом To deal with Краткая форма Соответственно, будет выглядеть He is easy To deal with He is easy To deal with Deal With He is easy To deal with He is difficult To deal with Fall down Переводится как Упасть вниз Упал Очень часто, когда мы говорим, когда кто-то упал с какой-то высоты Мы используем не fall, а именно fall down Словно упасть вниз Он сказал, что упал вниз и повредил ногу Он сказал, что He said that Упал вниз Предпошедшее время That he had fallen down Он и повредил Используем по значению формы hurt And hurt Ногу Условно свою ногу And hurt His leg He said that He had fallen down And hurt his leg He said that He had fallen down And hurt his leg Она подскользнулась И упала вниз С лестницы Она подскользнулась She slipped И упала вниз And fell down С лестницы Если мы указываем с чего То здесь предлог не ставится Просто fell down И далее что? Fell down the stairs Fell down the stairs Да, видите Очень часто Именно не просто Fall is put А fall down Упасть С какой-то высоты Дословно Приводится как вниз She slipped And fell down the stairs Предлог здесь не нужен She slipped And fell down the stairs Fall down He said That he had fallen down And hurt his leg She slipped And fell down the stairs Sum up Подвести итог Отличный фразовый глагол Мы можем легко его использовать В нашей обычной разговорной речи К примеру Подводя итог Это вовсе не оправдало моих ожиданий То есть подводя итог Это фраза To sum up Это вовсе не оправдало То есть это не оправдало Используем фразовый глагол Live up to То есть It didn't Live up to Дали моих ожиданий To my expectations Вовсе At all В принципе Иногда употребляется To sum it up То есть подводя этому итог Но обычно именно просто To sum up Поэтому вовсе так и используем To sum up It didn't Live up to my expectations At all Подводя итог Есть определенные преимущества И недостатки У проживания здесь Опять же подводя итог To sum up И видите глагол Live up to my expectations Live up to my expectations Live up to my expectations at all To sum up There are certain advantages And disadvantages Of living here Of living here Mix up Путать Очень часто спрашивают Как будет путать В принципе Это слово Confuse В одно слово Confuse Или более неформальное Mix up Mix up Фразовый глагол Я часто путаю Эти слова Я часто путаю Я часто путаю Я часто путаю Я often mix up Эти слова These words Мы вообще не используем mix up А дальше же что относится Я often mix up These words Я often mix up Эти выражения These expressions Students often mix up These expressions Students often mix up These expressions Mix up I often mix up These words Students Often mix up These expressions Go off Испортиться Еда может испортиться Еда конкретна Поэтому The food The food Может испортиться Может can Испортиться Используем францовый глагол Can go off The food Can go off The food Can go off Если вы оставите еду здесь Она может испортиться Видите If Дает ограничение Поэтому In the present simple Если вы оставите If you leave Еду здесь Опять же Ведь еда конкретная Поэтому The food Here If you leave The food Here Она может испортиться Она недоше Верная Поэтому It Может It can Испортиться It can go off If you leave The food Here It can go off If you leave The food Here It can go off Go off The food Can go off If you leave The food Here It can go off Break up Расстаться То есть Или Развод Или просто Расстаться Когда какие-то отношения Break up В принципе Синоним Split up Но часто Именно Break up Используется Split up Тоже имеет место И так И так В принципе Можно Расстать Break up Пара Рассталась Два года Назад Как будет пара С артиклем The couple Ваши конкретные The couple Рассталась Broke up Два года Назад Two years ago The couple Broke up Two years ago The couple Broke up Two years ago Он сказал Что они Расстались Так неожиданно Он сказал Что He said That Они расстались До этого Поэтому Past perfect That They had Broken up Так неожиданно So Unexpectedly He said That They had Broken up So unexpectedly He said That They had Broken up So unexpectedly Break up The couple Broke up Two years ago He said That They had Broken up So unexpectedly Go ahead Дословно переводится как Идти вперед Но на самом деле Продолжать Продолжай Go ahead Продолжай Мы все Во внимании Продолжай Go ahead А вот Как сказать Мы все Во внимании Здесь нужно использовать Специальное выражение To be all ears To be all ears Да, именно так Дословно То есть Быть всеми ушами То есть Когда мы говорим То есть Мы все во внимании Мы скажем We're We're И далее We're all ears We're all ears То есть Мы всеми ушами слушаем Мы все во внимании Go ahead We're all ears Go ahead We're all ears Продолжай Я весь во внимании Опять используем Go ahead В принципе Go on Или go ahead Go ahead Я весь во внимании I'm All ears I'm all ears Конечно Видите Это же уровень В битве C1 И носитель языка Часто использует Такого рода Фразы и обороты I'm all ears I'm all ears То есть В принципе Можно сказать I'm listening to you Но I'm listening to Это просто Я слушаю тебя Именно так Весь его внимание И на I'm all ears I'm all ears Go ahead I'm all ears Go ahead I'm all ears Go ahead To be all ears Go ahead We're all ears Go ahead I'm all ears Get by Очень часто Используется Именно в контексте Прожить на какую-то Сумму денег Или просто прожить Практически Невозможно Прожить На эти Деньги Это невозможно Видите Здесь Безличная конструкция Невозможно Это It's Impossible Если в одно слово А вот Практически невозможно Это оборот It's Virtually Impossible В принципе Также можно перевести Это в действительности Невозможно Но переводят Как это Практически невозможно Видите Опять же Не просто It's Impossible А мы используем Видите Более Сложные Разобороты Фраз Устойчивые It's Virtually Impossible Прожить To Get By На Эти Деньги On This Money It's Virtually Impossible To Get By On This Money It's Virtually Impossible To Get By On This Money Вопрос Как он Может прожить На такую Маленькую Зарплату On Such A Small Salary Если На такую Низкую Зарплату On Such A Low Salary Или Здесь Дословно On Such A Small Salary How Can He Get By On Such A Small Salary How Can He Get By On Such A Small Salary Get By It's Virtually Impossible To Get By On This Money Отлично Далее Следующий Фразовый Глагол Beat Up Побить Избить То есть Если просто Beat Это Бить То Beat Up Это Больше Как Избить Beat Up Сообщили Что Его Очень Сильно Избили Сообщили Используем Форму Report Это Пассивный Залог Сообщили То есть It Was Reported Что That Его Очень Сильно Избили То есть Его Избили Это Получается Предпрошедшее Время Пассивный Залог That He Had Been Избили Beaten Up Очень Сильно Very Badly Следующий Фразовый Глагол Come From Задословно Приходить Из Но Перевод Здесь Другой Быть Родом К примеру Вопрос Откуда Вы Родом Изначально Откуда Вы Родом Вчется Where Ты Приходишь Из Изначально Это Слово Originally Where Do You Come From Originally И Здесь Именно Используется Настоящее Время Откуда Ты Пришел Да Будет Where Did You Come From А Если Родом То Именно В Настоящее Время Вопрос Where Do You Come From Originally В принципе Откуда Ты Это Where From Но Where From Это Обычно Страна А Если Именно Более Коррентное Место Какое-то То Обычно Именно Come From Where Did Come From Where Did Come From Originally Изначально То есть К примеру Были Переезды Изначально Или Просто Where Did Come From Откуда Ты Родом Вы Родом Или Изначально Where Did Come From Originally Where Did Come From Originally Откуда Это Цитата Также Откуда Это Where И From На конце То Есть Это Цитата Does This Quote И Далее же Come From Where Does This Quote Come From Where Does This Quote Come From Видите Первое Значение Как раз Самое Основное Это Быть Родом Come From Where Did Come From Originally Where Did Come From Originally А Второе Значение Как раз Откуда Просто Откуда Там Именно Приходить Там Откуда И Именно Видите Здесь Значение Как раз Цитата Откуда Цитата То есть Откуда Идет Эта Цитата Where Does This Quote Come From Come From Where Do You Come From Originally Where Does This Quote Come From My Friends Thank You Very Much We Continued This Very Important Playlist